Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о новых законных изменениях в ноябре 2022 года в отношении граждан Российской Федерации и иностранных граждан, лишь без гражданства. Итак, первое, по пенсиям, значит, пенсионерам, которые уволились в июле, в конце июля, в октябре пенсионный фонд должен произвести, соответственно, индексацию их пенсии, и, значит, в ноябре данная категория пенсионеров получит пенсию в большем размере. Также с 1 ноября 2022 года будет перерасчитан размер пенсии и, соответственно, доплата к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и отдельным категориям работников угольной промышленности. Если заявление о назначении либо перерасчет пенсии вы подавали с 1 июля по 30 сентября, то также в ноябре вы имеете право рассчитывать на больший размер пенсии. Также прибавку к пенсии получат люди, которым исполнилось 80 лет, и повысят фиксированную выплату, и она составит 7 220 рублей 74 копейки. На такую же сумму вырастет пенсия у инвалидов, которые получили первую группу инвалидности. Также увеличат выплаты и могут рассчитывать на них пенсионеры, которые напишут соответствующее заявление в пенсионный фонд на прибавку. На прибавку могут рассчитывать пенсионеры, у которых появились сождественцы, к примеру, родился ребенок, либо супруг вышел на пенсию. Также напоминаю, что 26 октября у нас социальные выплаты, которые начисляются только на карту МИР, в их число не включены выплаты почетному донору, субсидии и компенсации за оплату жилищно-коммунальных услуг и выплаты по социальным контрактам. Теперь по поводу праздников ноябрьских. В честь народного единства пятидневщики, те, кто работает в пятидневную рабочую неделю, смогут отдохнуть три дня. То есть это пятница 4 ноября, суббота 5 ноября и 6 ноября в воскресенье. Дополнительно к длинным каникулам предусмотрен сокращенный рабочий день 3 ноября в четверг, работаем на час меньше. Все изменения в графике рабочих и выходных день 2022 года прописаны в постановлении правительства от 16 сентября 2021 года, 15.04. Ссылка будет в описании. 30 сентября вступил в силу указ президента о призыве в ноябре-декабре 2022 года граждан РФ, именно граждан РФ, подчеркиваю, на военную службу и увольнение с военной службы. Призыв с 1 ноября по 31 декабря призовут 120 тысяч от 18 до 27 лет, которые не пребывают в запасе. Одновременно, начиная с 1 октября 2022 года, с военной службы будут увольняться солдаты, матросы, сержанты, старшины. Срок военной службы, призывы у которых истек. По сообщению Минобороны, призванные вне зависимости от специальности, будут проходить службу на территории РФ. Как правило, призывники будут проходить службу по соседству от места призыва, рядом со своим регионом места жительства, в отличие от москвичей. Здесь, соответственно, зависит от решения комиссии. Также второе, по данной схеме упрощается порядок ранений и ношений граждан РФ, которые уволены или увольняемые с военной службы, боевого холодного клинкового оружия. В частности, для граждан РФ, которые получили указанное оружие для пожизненного хранения, ношения с военной формой, отменена обязанность регистрации данного оружия в Росгвардии или его управлениях. При этом сохраняется обязанность регистрировать боевое холодное оружие, клинковое оружие, именно кортики, в данном случае, например, гражданам РФ, которые получили его в порядке наследования. Кроме того, правительство Российской Федерации наделено полномочию устанавливать перечень моделей такого оружия и, соответственно, схемы регистрации боевого оружия. В ноябре 2022 года компании могут штрафовать, если в октябре или если в вашем регионе установлено региональным правительством, не сдать специальный отчет о численности работающих забронированных граждан, который пребывает в запасе, это форма номер 6, форма это 2003 года, отчетность военкоман. За несообщение организация грозит штраф от 1000 до 5000 рублей. Также напоминаю, что согласно указу президента от 30 сентября 2022 года иностранные граждане, лица без гражданства, которые заключили контракт о прохождении военной службы в вооруженных силах Российской Федерации не менее одного года и принимающие участие не менее 6 месяцев боевых действий, или если менее 6 месяцев, соответственно, подлежат увольнению в связи с ранением по состоянию здоровья, имеют право на упрощенный порядок оформления гражданства, то есть за 3 месяца, включая и одновременно можно оформить себе и, соответственно, супруге, детям или родителям данных граждан. Что касается миграционных вопросов, 30 ноября истекает срок, в течение которого оформление и выдача биометрических загранпаспортов в МФЦ могли осуществлять сотрудники МВД. Теперь вся процедура будет проходить через работников МФЦ. То есть для получения загранпаспорта, я напоминаю, что получили внутренний и уже новоиспеченные граждане Российской Федерации должны получать загранпаспорт для выезда за пределы Российской Федерации. По месту жития срок оформления месяц, может быть, меньше зависит от региона, по месту пребывания или в отсутствии регистрации до 3 месяцев. То есть потребуется написать заявление, посетить МФЦ или сделать через госуслуги всю эту процедуру, но все равно посетить МФЦ. Дальше выдадут персональный штрих-ход, который нужно будет отсканировать в криптокабинете. Завитель представляет биометрические данные, изображение лица, отпечатки пальцев, предъявляет для сканирования российский внутренний паспорт и далее отслеживает уже готовность на госуслугах. Напомню, что внутренний паспорт Российской Федерации оформляется в 5 рабочих дней. Изменения были в июле месяце. Также по лицам с ДНР и ЛНР Херсонской и Запорожской областей, имеют право приобретать гражданство при условии принесения присяги гражданина Российской Федерации. Это обязательное условие. То есть предварительно пишется заявление. Дальше присяга, проведение фотографирования дактилоскопии. И все эта процедура проходит в территориальных отделах МВД по миграции. То есть, например, это ОВМ по району какому-то по Москве, Митина и так далее. И либо, соответственно, паспортно-визовый сервис, либо конкретные подразделения в каждом регионе, они могут быть свои. Но именно районные подразделения МВД по миграции. Эта процедура отнесена именно к исключительной компетенции МВД. То есть, за пределами Российской Федерации данные лица с этих территорий в представительстве оконских учреждений оформить гражданство, другие документы не могут. Подробнее в Телеграм-канале. Также на портале Госуслугах появился новый сервис, с помощью которого владелец жилья может временно зарегистрировать у себя иностранца. Ссылка есть в Телеграм-канале с подробными разъяснениями. Иностранные граждане, которые временно пребывающие здесь по визе, безвизовом порядке и стран ЕС по патенту и так далее, не подлежат частичной мобилизации. Также иностранные граждане, которые имеют временное убежище, статус беженца, РВП, ВНЖ, носитель русского языка, свидетельство переселенца, их семьи, также не подлежат частичной мобилизации. Общего ограничения по мобилизации на выезд нет для данных категории иностранных граждан. Здесь подчеркну, что до вашей подписи на присяги вы являетесь иностранным гражданином, соответственно, частичной мобилизации не подвергаетесь, только если в добровольном порядке захотите заключить соответствующий контракт с Вооруженными силами Российской Федерации. Лица, имеющие два и более паспорта или двойную гражданство, например, граждан Таджикистана, на территории Российской Федерации рассматриваются только как граждане Российской Федерации. То есть, пришла повестка, вручили повестку, соответственно, разбирайтесь с отсрочками. Подробнее, значит, с разъяснениями список отсрочек на текущий момент Вооруженных сил Российской Федерации для граждан Российской Федерации, перечень, то есть категории, которые подлежат отсрочке и имеют право оформить соответствующую бронь, есть в телеграм-канале. Также, обращая внимание тех иностранных граждан, у которых заканчиваются сроки выдворения, запрета на въезд, значит, оспорили нежелательное пребывание в Российской Федерации, либо решение, там, госорганов, суде, после окончания срока, после вступления в силу, значит, постановления, вы выезжаете за пределы Российской Федерации, обратно заезжаете, оформляете уже документы заново. Если оспорили, например, значит, аннулирование РВП, ВНЖ и так далее. Также обязательно следите на текущий момент, отслеживайте миграционный учет, проверяйте на актуальность ваше уведомление. За поделку грозит 18,8 КУАП, а также возможная уголовная статья по 327-й уголовным кодексу Российской Федерации. Это поделка, изготовление, соответственно, печати, бланков и так далее. Граждане, у которых прошли сроки оформления РВП, ВНЖ, есть два варианта. Либо уточняйте на месте, либо необходимо подождать, потому что эта практика показывает, что, значит, задержка возможна. Либо едите напрямую, также можно написать онлайн-запрос. Прием гражданства также уточняется в отделах по вопросам миграции. То есть, смотреть СК-гет онлайн невозможно. Либо написать обращение о готовности уведомления о приеме вас в гражданстве, либо идете в тот отдел по вопросам миграции, где вы зарегистрированы по ВНЖ, РВП, там, временно убивающему, уточняете готовность. Если строки затягиваются, опять же, онлайн-обращение. Также подчеркиваю, что, еще раз подчеркну, что до присяги иностранный гражданин. После присяги подписали, и спектр вы считаете уже, соответственно, гражданином Российской Федерации. Будем с вами на связи, следите за изменениями. Все новости в телеграм-канале. Всего доброго!